Здравствуйте, с вами Светлана Родионова, мы в моей мастерской и потом мы напишем вот эти очаровательные астры. И я планирую, что этот натюрморт будет выглядеть ну не так, но приблизительно так, то есть без вазочек. Мы не будем говорить уже о силуэтах, я и так все время разговариваю с вами о силуэтах, силуэтах всего букета, силуэта всего натюрморта, фоне силуэта света и тени. А сегодня я поговорю об очень важной тоже вот в данном случае важный такой вопрос, как выделение композиционного центра. Для этого я сейчас вот вам покажу все это на бумажках. Писать мы будем с вами астры, а выделение композиционного центра я предлагаю рассмотреть на схемах из вот я нарезала квадратиков всех цветов и размеров. Первый способ, вот смотрите, все очень очевидно, если будем рассматривать это как букет, если у нас все цветки одинакового цвета, то те цветки, которые крупнее, как раз могут являться композиционным центром. Еще более очевидный способ, если все цветки одного, одной расцветочки, а центр мы другой, другого цвета какой-то там, запускаем он тоже, будет держать всю композицию. Вот интереснее способ, если у нас и размер предметов, не обязательно, конечно, цветов, я просто как бы освоем все время. И размер и цвет совершенно одинаковые. Как сделать так, чтобы выделить композиционный центр? Формируем это пятно из большего количества, то есть силуэт пятна, сгущение, это называется, эти разряжены, где-то там по фону гуляют предметы, а здесь сосредотачиваем большую по размеру кучку. Силуэт этого пятна будет больше и он будет композиционным центром вот такой композиции. Здесь, конечно, это не про цвет. Это вот представьте себе, что вы пишете все также одинакового цвета предметы и одинаковые размеры. Бывает такое? Конечно, бывает. Что у нас будет являться тогда композиция? Как его выделить? Его можно выделить с помощью контраста. Вот здесь только цветовой, потому что схематическое изображение не позволяет мне здесь тоном там выделить, да, светлее, темнее, на первом плане выдвинуть эту. Только цветовой контраст. Остальные все уходят на дальний план за счет того, что пишутся более плоско, менее контрастно. Есть еще один способ выделения композиционного центра, крайне редко, который используют художники. Представьте себе, все сосредоторию как бы по краям, а центр почти пустой и он за счет пустоты своей будет как раз композиционным центром. Но этот случай встречается крайне редко в картинах. Я его здесь даже не стала делать. Вот, а теперь пишем астром. Теперь вот постараемся как бы теоретические знания применить здесь на практике. Я выбрала, поставила когда эти астры композиционный центр более светлый, чем все остальные. Вот эти астрочки, вот эти вот беленькие, они будут держать как раз для меня центр композиции. Вот это мучка цветков с желтыми серединками. Ритм красных. Обязательно эта красная повторится здесь, 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 синие, синие и где-то там розовато-сиреневый. Такой приблизительно высоты букет. Красный чуть перенесем сюда. Силуэт белых. И мы не будем рисовать вазочку, а самый цветочек, который ниже всех, это вот этот вот розовый. Обязательно я их всегда сравниваю так, так, который выходит больше с их. Крупные цветки, цветки помельче. Вот это очень интересная штучка, здесь освещается из тени. Бутончик. Красный. Красный в тени. Как-то вот теперь надо попытаться разобраться в этих баранках и сделать их цветами. В руках у меня самая большая моя любимая кисть. И широкими сейчас пятнами, широкими мазочками, такими. Я начинаю с самых темных. С цветов и листьев тени. В тени цвет не может быть ярким, поэтому его можно гасить, но начинать можно как раз с более яркого, чем есть в натуре. То есть потом по этому яркому легче пишется сложные оттенки, чем наоборот. Наоборот, почти невозможно из сложных цветов получить яркий. Поэтому вот это берем на заметку. Сравниваем между собой все оттенки розовых, бело-розовых, фиолетовых. И стараемся все-таки максимально попадать сразу. Я потом, говорят, нарисую, не надо, не оставляйте. Вот видите, вот это теплей, это светлей, это темней. Пусть будет сейчас оно, вот это пятно. Пусть оно не будет астрой, пусть оно будет просто каким-то пятном невразумительным. Но именно того цвета и тона, что самое важное, которое оно должно быть. Потом подправим рисунок лучше. Вот первая прописка я уже вам говорила и хочу повторить. Очень важно делать с одного захода. То есть вот сейчас мне надо именно столько времени, чтобы полностью закрасить этот холст. С одной палитрой, одной кистью. В ней уже есть нужные мне оттенки красных. И вот я нахожу нужные мне зеленые. Так. 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 Продолжение следует... Здесь чуть больше акварельности, и себе позволяем к этим местам придется возвращаться. Вот эта вот подложка акварельная, она поможет сохранить чистыми тени. Продолжение следует... 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 Очень хорошо видно, что цветок в разы светлее, чем фон, а в тени цветок темнее, чем окружающая ткань. Для того, чтобы взбить излишнюю теплоту, у меня сиена здесь сейчас не белила, я добавляю черную краску, не синюю, не зеленую. Вот она делает чуть холодней, чуть зеленей то, что вот я вижу там зеленоватость. Вот она делает. Опять та же ситуация, смотрите, как цветок в тени белый, причем светлый темнее, чем фон. Вот это, вот это цветы. Так. 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 Попадающая тень, мощная такая. Попадающая тень. 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 Это первая прописка, холст подготовлен к дальнейшей работе, а дальнейшую работу я все-таки проведу завтра, потому что сегодня как-то дико жарко, я уже все. До новых встреч, до завтра, до свидания. Согласитесь, теперь в этой намазанной куче очень хочется найти цветы, порисовать их, чем я сейчас и буду заниматься. Так как астры состоят из многих-многих лепесточков, вот с помощью фактуры можно как раз эту задачу и решить. На цветках своих главных, те, которые являются композиционным центром, те, которые у меня вот как раз здесь держат весь этот букет на своих хрупких плечах, будет самая большая красочная фактура, больше всего краски будет именно на них. Можно сразу, можно постепенно. Вот цветки, которые удаляются, уже, конечно, они будут менее фактурные. Там светотень пишем, стараясь сильно не загружать их краской излишне, постозно. Если это произошло, то есть такой инструмент, как мастихин. Я им не пишу, я всегда снимаем лишнюю краску. Не только с палитры, но и с работы. Иногда вы меня спрашиваете, какие холсты я использую. С холстами мне, в общем-то, повезло. У нас есть один художник, который окрунтует их сам и продает их рулонами. Мы режем, натягиваем подробники. Он хорошо делает грунт. Он, в общем-то, абсолютно замечательный. Магазинные приходится докрунтовывать. И вот сейчас у меня магазинный холстик, и было очень сильно видно, как просела краска. С одной стороны, мне это совершенно на руку поднимает вот те потемневшие белые. Я могу как раз порисовать свои астры. С другой стороны, приходится это учитывать, что в следующий раз вот эти светлые, они снова потемнеют. И то, что мне захочется сделать самым светлым, должно быть и действительно самым корпусным. Иначе вот с прожуханием светлых мест, тогда никак-никак с этим не это. Иначе вот с прожуханием светлых мест, тогда никак-никак с этим не это. Жидко. И село туда, оно стало уже не ярким, оно стало совершенно нужного оттенка. Поэтому где-то попало прям один в один. Поэтому я сейчас буду работать только со светами. И буду писать освещенные места. То есть здесь я буду догружать фактурку, но там я буду просто писать не сильно фактурно. Но световые части на те цветы использую как тень, то, что намазано было вчера. И постепенно цветочек за цветочком приближаться к завершению работы. Так. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...